Накануне дня выборов... О, да... Но сейчас я выступаю. Отдержайте, Сергей. Вот. А на встречу с Сергеем Бойко и другими членами коалиции Новосибирск-2020 перешли сегодня избиратели к театру оперы и балета. Встреча должна пройти здесь, с минут на минуту. Перешли и потенциальные избиратели, и новосибирцы, и даже в сам Дерешный министр. Здравствуйте, Евгений Леонидович, да? Да, здравствуйте. Канал «Штаб» беспокоит вас, радует вас. Чего это? У нас хороший канал. У вас какой-то репортаж не понравился наш? Мы удалим. Вы чуть-чуть с нами поговорите. Вы же министр, правильно, здесь, Новосибирск? Ну, мы люди из Москвы, может, кого-то не узнаем. Может, вы не министр? Вы же министр. Вот. В связи с этим хотелось сочетать, какими судьбами... Евгений Леонидович, не каждый день с нами разговаривают региональные министры, и не каждый день у нас получаются такие блестящие интервью. Вот. Евгений Леонидович, какими судьбами здесь оказались на площади? Вы пришли на встречу с кандидатами? Спасибо. Следующий вопрос. Кого из коалиции Новосибирск-2020 вы поддержите больше всего? Бойко? Не бейте меня по микрофону, у меня он один. Вы провокатор? Нет. Я корреспондент. А вы зачем? Канал штаб. Я не хочу с вами разговаривать. Вы почему? Я не хочу. Да мы просто... Я не хочу. У нас... Вы разве не в курсе, что у нас вообще каждый выбирает, когда что делает, да? Или вы не учены этому? Нет, мы научены этим. Научены. Поэтому мы выбрали поговорить с вами. Спасибо, до свидания. Я с вами не хочу разговаривать. А можешь его еще раз подзнать? В этой чудно-демократической атмосфере, где человек, отказывающийся называть себя министром, пристраивается к тому, кто, видимо, отказывается называть себя эшником, проходит встреча с избирателями. Кстати, мы были свидетелями, как Сергей Бойко, вот он, он там, поступая вдали, как он сильно переживал за эту встречу в интернете. Были анонсы, а вот он переживал, поймут ли люди, что надо прийти на эту встречу, надо. И вот он хотел такого, что поймут люди, поймут люди, что надо прийти. Я говорю, ты про кого, говорю, Сергей, говорил я ему, ты про полицию? Он говорит, полиция-то придет. А вот, придут люди. Сергей теперь может не переживать. Вы, может, думаете, что здесь митинг, но здесь, кромко говорю, все отворачиваются. Вы, может быть, думаете, что здесь митинг, но здесь не митинг, здесь проходит встреча кого? С кандидатами в коалиции 2020. Сразу видно по тебе, не только по куртке, а по выучке, что ты настоящий волонтер, да, и ты в курсе, но вы так красиво здесь придумали, как сделать подобие звуковосеющей аппаратуры. Расскажи про красивый замысел вкратце. Вот. Опа, заработал. Да, заработал в краске. Мы создали канал в Зелла. Это такая, получается, ра... Не будем рекомендировать, Зелла, короче, сделали. Да. Сейчас там работает телефончик у кандидата, вот, подключенный. И люди подключаются и ретранслируют звук. Вот. И вот там выступает? Да. И слышно. Мы его здесь. И результаты, разница была всего между победителем и вторым местом. 200 голосов. 200. Никакой звукоусиливающей аппаратуры. Да. И все законно. Как тебе такое, министр колокольцев? Многие следят за протестами в Республике Беларусь и умилялись тому, что люди, если встают на лавочку, то они снимают обувь. Как красиво, Беларусь, какие-то все цивилизованные. Посмотрите, как у нас человек культурно себе постелил и тоже лавочку не портят. Новосибирск, Беларусь, рядом. Вы же этого не допустим? Нет! И уже скоро я буду говорить то, что много раз писал, много раз говорил. Я буду говорить уже не просто как житель города, а как ваш депутат, что локоть трус! Локоть трус! И что? Давай! Локоть исполняет только приказы Путина, который... Путин вор! Вор! Путин вор! Спасибо! Кто далек от новосибирской политики, когда Кирилл Левченко говорит, что локоть трус, это не значит, что он говорит, что одна часть тела хуже другой. Локоть МР города Новосибирск. Коммунист, но такой приблоконный, околоединороссовский. Кирилл Левченко, у вас была чрезвычайно заводная хорошая речь. Спасибо. Чувствую, что у вас хорошее настроение. На самом деле, как вы? Очень хорошее настроение, очень бодрое. Очень... Всегда перед выборами самая активная работа, круглосуточная. И поэтому вот на вот этом заводе от своих каких-то действий, от того, что я вижу здесь, так прям очень бодро себя чувствую. И надеюсь, что 14 сентября мы будем с вами уже в другом качестве разговаривать. Да, я знаю, что у вас конкурент старина Бондаренко, правильно? Нет, старина Бондаренко у Александра Юрьевна Поповой, которая с 50-го. Да, у меня старина Майоров и старина Лабыня. Два таких веселых товарища, два хороших друга. Просто Бондаренко все знают благодаря его мафии вот этой вот похороны, а ваши товарищи, может, они прилично хорошие люди на самом деле? Ну, у одного уголовное дело за плечами, умышленные тяжкие увечья, а другой у нас занимается внешним видом города, рекламой. И по виду города, в общем-то, можно понять, насколько... Не того ли города, где все новые люди увешали и все такое? Именно, того города, где новые люди увешали, того города, где у нас половина вывесок замотаны какой-то позорной черной пленкой, потому что, видите ли, они не соответствуют каким-то критериям. Того города, где дизайн-код принят три года назад, но ничего не соблюдается. И где Сергей Бойко провисел целых два дня его баннер. Да, это потрясающая история, потому что к снятию его баннера приложил руку непосредственно мой конкурент Дмитрия Лабыня. Как вы думаете, вы пройдете? Ну, я думаю, да. Не забудьте нас, когда придете к власти. Спасибо вам. А вы, простите, не сюда здесь встречи с кандидатами проходят? Нет. А, у вас партия роста, да? А можете продемонстрировать? Ну, заобъективность мы хотим всех прорекламировать. Вот. Ара. На фото. Ой, бля, фото. Красиво. А вы тоже в штабе работаете, да, этих прекрасных кандидатов? Да. А вы здесь прям так оставите и все это? Ну, вам сказали их установить на расстоянии метра. А, ну, правильно, коронавирус же. Давайте мы тоже поможем. Чтобы никто не заразил. Я вот думаю, я расставляю эту женщину, а потом меня привлекут за несанкционированную рекламу. К слову, молодых человек, молодых людей уже не осталось. Сказали расставить, и они куда-то ушли. С нами согласился поговорить Борис Титов. Извините, шутка напрашивалась. К слову, меня время от времени слышно примерно так же, как и Борис Титова в данном репортаже. А все потому, что... К сожалению, у нас очень большие проблемы со связью. Сразу же, как только мероприятие здесь началось, стали глушить, стали глушить очень активно. И поэтому, если вы плохо меня в микрофон слышите, то знайте, что это потому что... Шучу. Это потому что глушит наш микрофон. Связь мобильная тоже временами отсутствует. Борис Титов упал. Отнюдь не в наших глазах. Масочный режим. Просьба одеть маски. Надеть. Новосибирск нереальный культурный город. Только что полицейские... Ну, закусеющей аппаратуры нет. Придраться не к чему. Поэтому стал людям в мегафон говорить... Он начал говорить, друзья, надо одеть маски. А ему толпа надеть. Вся страна сегодня смотрит на Новосибирск. Именно поэтому штаб-коалиции закидывают какой-то отравой. Нам ставят на слух, режут кубы. У нас здесь есть волонтер, которого покусали. Ну, то есть пока Путин травит, Джулай покусывает. Ну, то есть каждый по-своему ведет избирательную кампанию. И выборы в Новосибирске, как правильно сказал Петр, это, может быть, вообще последние нормальные выборы в России, которые можно наблюдать, которые можно выиграть. И упустить этот шанс. Упустить этот шанс для города, для страны. Это просто то, что мы не можем себе позволить. Долой единую Россию! Долой единую Россию! Долой единую Россию! Долой единую Россию! Если ты, есть такое поверье, если ты долго снимаешь Эшника, то Эшник рано или поздно снимает тебя. Вот, а мы, пока, пока Эшник Кун пытается что-то там себе подснять, мы, наконец-то, добрались до Сергея Бойко. И Сергей Бойко безумно хочет с нами поговорить. Да, Сергей Бойко настолько недостучаться, что у нас уже мысль нарезать какие-то его слова из общения с избирателями и вставить, и получится такое интервью. Но мы преодолеем этот соблазн, и все-таки с Сергеем поговорим. Сергей, мы сегодня были свидетелями, как ты, Сергей же, да, в Москве, можно понять, да. Мы были свидетелями, как ты переживал, что придет мало людей, что люди не поймут, что надо прийти на эту встречу с избирателями. Как твои волнения сейчас, а не у них? Да нет, я особо не переживал. Я волновался, что если погода будет плохая, но погода отличная, и люди пришли много, с каждого округа, все было классно, когда человек выходит, и у него есть такая группа поддержки, то есть много людей пришло. Ну, я не знаю, я не считал, потому что надо на возвышенность залезть, но люди поддерживают, это видно, то есть они в пятницу вечером приехали, чтобы встретиться с кандидатами, и было полное согласие, вы могли видеть. То есть никто не спорит с тем, что надо оставить кандидатов от Единой России голосовать, или что нам нужны депутаты, которые по 30 лет сидят, ничего не делают. То есть у нас здесь полное единение, это классно. Все наши ожидания, не одного подкупленного. Никакого волнения. Да, скажи, ты безумно популярен в родном городе, но понятно, что и в другом городе ты бы смог подняться, а у тебя нет мысли, что если не выиграешь эти выборы, все, уезжаем. Нет, я живу в Новосибирске, я два раза уезжал на долгосрочной командировке в Москву по полгода, но всегда возвращался. Мне нравится Новосибирск, я считаю, что мы можем, он классный, динамичный, здесь очень клевые люди, и вполне мы можем немножечко вот инфраструктуру до ума довести, и будет город, в котором приятно жить, в котором хочется жить, в котором хочется приезжать. Это возможно, и мы это сделаем. Последний вопрос, чем, по-твоему, коренным образом будут лечаться выборы, которые будут в воскресенье, от всего того, что видел до этого? Ну, у нас, с одной стороны, беспрецедентные масштабы давления и фальсификаций, то есть еще в Новосибирске не было, чтобы травили кандидатов и волонтеров, чтобы кусали, да, ну, то есть какие-то странные очень истории, но, с другой стороны, есть очень большой подъем у людей, то есть они считают, что нужно, многие мы встречаем, которые говорят, я раньше не ходил, но теперь пойду, потому что теперь петь это уже больше нельзя, нужно что-то менять. А что-то менять это к нам, больше кто еще что-то может поменять. Последняя возможность выступить на 200-тысячном канале, ты хотел что-то сказать, что ты забыл сказать во время выступления людям? Из 200-тысячного канала 1002 должно быть новосибирцев, ну, так, в общей пропорции. Друзья, к сожалению, выборы, несмотря на то, что вы наверняка полайкаете это видео, выборы не выигрываются лайками и репостами. Берем паспорта и идем на участки. Другого пути нет, лучше после обеда 13-го числа. В воскресенье. Да. Это хотел сказать Сергей Бойко. Спасибо, что ты интересуешь. Спасибо, да. Приезжай к нам в Хабаровск. Дмитрий Низовцев, Ярослав Мудряков, канал штаб. Отжигали по полной.